Гость на радио Русский Берлин 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 Началась моя дорогая, любимая бабушка. Народу пришло невероятное количество. Я даже не мог себе представить, что у скромной женщины, прибывшей в Ленинград в начале 30-х годов из Белоруссии, из белорусского местечка, окажутся сотни людей, которые ее знали, и которые пришли попрощаться с ними. Следующий удар был в мае месяце. С нами еще оставался самый младший брат моего отца, самый младший сын дедушки с бабушкой. И все компании, польскую, румынскую, финскую компанию, его в армию не забирали. А тот вдруг неожиданно пришел посланец из райвоенкомата, вручил мне повестку с просьбой немедленно бежать на завод, благо он находился в нашем же районе, и вручить ему повестку. На следующее утро я проснулся от поцелуя, он со мной прощался. Срочная мобилизация относительно молодых людей, то есть шла уже бурными темпами подготовка. Где-то наверху, видимо, знали, что вот-вот будет война. Но это за месяц до начала. Да, это за месяц до начала. Это 24 мая он уже ушел. И несколько месяцев мы о нем ничего не знали. Он вернулся, Леонид? Да, вернулся. Он один из немногих, кто вернулся. В отличие от отца вашего. Да, в отличие от отца. О нем чуть попозже. Итак, мы находимся в пионерском лагере. Лагерь большой на 350 человек. Это отдельная история о том, как проходила лагерная жизнь. Но когда началась война, нам никто ничего не говорил, не объяснял, не рассказывал. Но на стендах висели газеты, известия, ленинградская правда. Если кто мог читать, подойти к стенду и увидеть, что такое происходит непонятное. Через несколько дней в лагере стали появляться мамаши. Встревоженные, плачущие. Началась война. Пионеров хватают. Мучают. Вешают. Убивают. Да, вот эти женщины, родители. И в течение нескольких дней лагерь опустел. Осталось у нас человек 10-15. Тех детей, за которыми никто не приехал. Я очень был огорчен. Я переживал, что случилось-то такое. Я понимаю, что далеко родители, они жили в это время в Старой Руси. Старая Руси в то время относилась к Ленинградской области. Это позднее уже образовались Псковская, Новгородская области. А раньше это все было большая. Весь северо-западный район страны. Это была Ленинградская область огромная. А дедушка почему сразу не приехал? Ну, он либо не знал, что надо ехать, либо он на что-то надеялся. Я не знаю. Я его потом уже не спрашивал. А если спрашивал, то уже не помню, конечно. Но, короче говоря, я очень несколько дней переживал. Очень страдал. Вот такое было начало войны. Страдательское для меня. И нас наконец-то собрали. Руководство лагеря решило, что дальше ждать уже нечего. Что надо срочно детей везти в город, на фабрику, и там уже разберутся. Ну, и каково же было мое удивление, когда мы приехали в Ленинград на финляндский вокзал. На перроне был дедушка, ждал меня. Насчет других детей я уже не помню, ждали их или нет. Но радости моей не было предела. И так я оказался снова дома. В Ленинграде, на Петрадской стороне, улица Красного Курсантова, дом 29-2, квартира 2, второй этаж. Маленький деревянный домик, двухэтажный. И жили вы, уже бабушки в этот момент не было, вы жили с дедом вдвоем. Да. Мы жили с дедушкой вдвоем. Я ходил в магазин, покупал необходимые продукты. Пока они были. Да, пока они были. Что-то там готовили, что-то ели, пили. Ну что, например, давайте просто, чтобы у людей какое-то впечатление сложилось. Вот до того, как начался самый костюм. Молочный суп, молочный суп. Это просто было. Идешь на рынок, покупаешь молоко, варишь лапшу, заливаешь, и вот такое получалось. Это еще было молоко, была лапша. Да, еще было молоко и была лапша. Потом, когда не стало ни молока, ни лапши, что происходит? Минуточку, не сразу. Через некоторое время началась волна эвакуации детей. Срочно всех детей собирать и в первую очередь их спасать. Моя родная тетя Вера, которая до своего замужества занималась моим воспитанием, а в 36-м году она вышла замуж, и я остался уже в чистом виде с дедушкой и с бабушкой. И поэтому она из семьи с дедушкой и с бабушкой ушла к мужу, и там уже... А так всю жизнь мы с ней поддерживали тесные родственные отношения в дальнейшем. И она говорит, вот на работе ее мужа организована эвакуация детей, давай поедешь с нами, с ними. Таким образом, двоюродная сестра, младшая сестренка, там трех лет. Собирайтесь быстренько. Нас собрали в мешки, на поезд, и мы и повезли. Куда везут? Не знаем ничего. Никто ничего не говорит. В эвакуацию. Просто много детей куда-то везут. Много детей. Эшелон за эшелоном идет. Вдруг налет, бомбежка, наш состав почти весь был разбит. Молоденькая женщина-воспитательница хватает часть детей, мы выскакиваем где-то посреди леса, непонятно где, в канавы, в кусты прячемся. Выясняется, что повезли нас на запад страны. Вместо? Вместо того, чтобы везти на восток. Почему? Потому что надеялись, что в этой зоне отдыха Луга и вокруг города Луги и другие места, дачные, пионерские лагеря, там есть возможность разместить детей. И мы переждем. И потом все были убеждены, что война будет идти только на территорию врага и только быстро. Быстро, и мы непримерно, наше дело правое, и мы победим. Как потом уже услышали 3 июля выступление Вячеслава Михайловича Молотова. И поэтому это было полной неожиданностью. Весь состав разбит, развороченные вагоны, растерзанные, изуродованные тела, это просто сейчас даже, ну, невозможно это вспоминать, ужас какой-то. Но, тем не менее, вы все это помните очень явно, как мне кажется. Я помню, да. Отдельный эпизод, отдельные картины, они прямо стоят у меня перед глазами, их даже нельзя забыть. Иногда просыпаюсь, и вот этот кошмар мучает. Ты хотела это спросить, ночью приходят эти картины к вам? Иногда приходят, да. Особенно, особенно когда вспоминаешь об этом, то это приходит. Вот я сейчас написал тоже фрагмент такой на эту тему на 27 страниц, и как раз заканчиваются вот эпизодами, посвященными началу Великой Отечественной войны, и вот посвященные эвакуации. Но уже не только первая, а и вторая эвакуация уже. Давайте закончим про первую, потому что это важный момент. Вот эти ребята с молоденькой воспитательницей в лесу, в кустах. В кустах. Что делать? Идем обратно в Ленинград. Пешком? Да. Трое суток, без еды, без питья. Сестренку маленькую уже трудно было нести. Останавливались. Она махала рукой, просила помощи, отступающие части, несли с невероятной скоростью, никто на нее внимания не обращал. И на нас, и тем более. Сколько у вас было детей приблизительно? Примерно человек 15. Может быть, немножко меньше было. Но группа такая, приличная была группа. То есть те, кто по случайному обстоятельству, сечению обстоятельств, это молодая женщина, жила в квартире напротив квартиры тети Веры. Откуда вот эти двое детей были. Поэтому какое-то отдаленное знакомство было. Было. Ну, для многих это неясно было. Конечно, и неизвестно. Но мы, когда вернулись домой, тогда мы еще раз убедились в том, что действительно так и было. Короче говоря... То есть вы через трое суток вернулись обратно? Нет, мы дольше шли. Шли мы только трое суток. Голодные, холодные. Причем только ночью шли или там позднее вечером шли. Днем старались не идти, потому что это было очень рискованно. Потом, наконец-то, проезжавший на машине, на полуторке, видимо, офицер, обратил внимание на эту группу детей с молодой симпатичной девушкой. Остановился. Выяснил, в чем дело. Всех нас побросали в кузов. И в итоге мы оказались дома, в Ленинграде, на квартире у тети Веры. То есть вернулось все обратно? Да. Отмылись, очистились. Сразу стали кормить младшую сестренку Федорочку в чайной лорочке. Медленно-медленно. Нас тоже медленно-медленно. И мы вернулись как бы снова на свои позиции. А я через несколько дней вернулся к дедушке. Мы прерваемся на маленькую паузу, просто чтобы и наших радиослушателей, и у вас в первую очередь для них была возможность немножко перевести дух. И сразу после песни вернемся к нашему рассказу и узнаем от вас все-таки, как же вам удалось покинуть осажденный Ленинград в 42-м году. Мы продолжаем, друзья, общаться с нашим прекрасным гостем, профессором Леонидом Березиным, но это... Потом он стал профессором. А то время, о котором мы говорим сейчас, это детство Лени, которому на момент начала Отечественной войны было 12 лет. И вот закончили мы перед музыкальной нашей паузой на том, что первая попытка эвакуировать эшелоны с детьми не удалась, потому что из-за обстрелов, из-за того, что эшелоны, в общем, погибли, пришлось детям вернуться обратно. Я думаю, что многие погибли дети тоже, конечно, да, из тех, кто... Погибли, да, не только из нашего эшелона, но погибли дети в целом. И потом, как стало известно, намного позднее, много лет спустя, после войны только, что погибло порядка 130 тысяч детей, а подлежали эвакуации порядка полумиллиона. Но часть детей вернулась, часть детей попала в рабство, особенно девочки, 13-14 лет, они все оказались в рабстве женском. Многие, значит, на работы попали, многие вообще уже никогда не вернулись на родину по разным причинам, вполне понятным причинам, чтобы здесь тоже ничего хорошего не было. Но нам повезло, нас доставили обратно, наша воспитательница с помощью офицера Советской Красной Армии в то время, и вот мы снова в Венеграде. И вы оказались обратно с дедушкой. Да, я снова с дедушкой. Первые дни все шло как будто по-старому. Но постепенно, постепенно, с каждым днем становилось все хуже и хуже. Есть нечего, пить, как говорится, почти нечего. Холодно становится. Топить уже нечем, дров нет, у нас же печное отопление. То есть уже зима наступила, да? Да, уже ноябрь месяц. Причем зима была ранняя, зима холодная, суровая, жестокая зима была. И начинается голод настоящий. Начинается настоящий голод, настоящий ужас. Про голод я уже много рассказывал. Это нельзя словами описать. Нельзя никаких найти правильных выражений. И тот, кто этого не испытывал, в условиях холода, голода, обстрелов, этого не рассказать и этого не понять. Просто голод, это одно дело, который продолжался, будучи в Уфгасе уже. Но голод в блокаду, когда человек, особенно ребенок, теряешь сознание. Ты не понимаешь, жив ты или нет. И вообще, где ты находишься? Ноябрь, еще ничего. А декабрь, январь, это просто ужас. Сейчас возвращаюсь обратно, к прошлому. Даже непонятно, жили ли мы, живы ли мы были, или были какие-то замороженные, отмороженные люди совершенно. Люди-призраки, да? Как так говорили. Леонид, скажите мне, вот, например, я выросла в семье, многие члены, которые блокаду пережили. По счастью, бабушка моя была школьницей, когда блокада началась. И я росла с ней, я родилась в этом доме и всю жизнь прожила с бабушкой. И она воспитала во мне невероятное совершенно уважение к еде, к продуктам питания. Да, у нее это, естественно, по понятной причине было, в общем, возведено, наверное, в ранг культа в некотором роде. И она никогда не могла позволить себе ничего выбросить. Неважно, совершенно просроченная, непросроченная. Неважно просроченная, подгнившая, переспелая. Вылизывались все коробочки, все баночки. И это было всю жизнь, да, уже когда, в общем, был достаток, когда она уже жила в Германии с нами. У вас какое отношение к еде? Вот как вы реагируете, например, если вы видите, там что-то выбрасывают, да, что какие-то там испорченные продукты где-то? У вас это сохранилось тоже вот на всю жизнь? Конечно, это сохранилось. То есть трепетное отношение к еде, очень внимательное отношение, чтобы ничего не покупалось зря, не выбрасывалось, не пропадало. Нет такого отношения, что, а, ладно, пускай. Куплю новое, да? Да, куплю новое. Нет, это осталось на всю жизнь. Потому что в дальнейшие, последующие годы, и военные годы, и послевоенные годы очень голодные были, очень трудные были, но об этом потом. Мне интересно, как все-таки удалось... Мы опустим сейчас, мы понимаем все, читали и знаем, опустим сейчас вот эти все кошмары, мы понимаем, что, в общем, об этом говорить очень непросто, но расскажите про саму эвакуацию. В феврале 42-го года вторая попытка эвакуировать Леню Березина, она, по счастью, складывается удачно, и Леня попадает в Челябинск, да? Сейчас скажу. Расскажите, как это происходило. История в какой-то мере повторяется в том смысле, что благодаря тете Вере и ее общению с другими женами, мужья которых работали на военных объектах, началась подготовка к отъезду все-таки. И нас доставили вначале на поездах до Ладожского озера, дальше на грузовики, все про дорогу жизни, всем все известно, все написано, все показано, как тонули, как бомбили, как погибали, но нам повезло, нас доставили на другой берег. А на другом берегу Ладоги совсем была уже другая жизнь. Нас накормили, нас обогрели, и началась погрузка в телятники или в обычные товарные вагоны, в которых были два яруса досок, дощатый яруса, и там начали размещаться дети. И маленькие, и совсем маленькие, которые выжили каким-то чудом, мне непонятно совершенно, как они могли уцелеть в этом холоде, голоде. Но началось трехнедельное путешествие по всей стране. Три недели шел эшелон, да? Шел эшелон. Почему? Потому что первые несколько суток он больше стоял, потому что непрерывно пропускались поезда, идущие на запад, на фронт, и непрерывно пропускались поезда с ранеными, идущие на восток. И только в интервалах, в паузах между этими поездами двигался наш 500-веселый поезд. На некоторых станциях было организовано питание эвакуированных. Приходили люди, да, доброе место? Да. Мы либо выходили и шли на вокзальные или привокзальные участки, там что-то нас чем-то кормили. Чем дальше мы отъезжали вглубь страны, этого ничего уже не стало, но люди приходили к нам в состав, тоже чем-то нас подкармливали. Благодаря этому не было среди нашего, ну, в нашем вагоне, во всяком случае, не было погибших, скончавшихся от голода, от холода не было, и мы благополучно, если можно так условно сказать, доехали до города Троицка. Троицк, это пограничный, это Челябинская область, это Южный Раян, Южный Урал, но это пограничный город с Казахстаном. Там нас разместили в театре местном, на полу. Ждите, когда вас заберут. Прошло двое или трое суток, появились подводы, запряженные быками. Невидель невероятное. Ермо, два быка. Несъеденные. Мужик. Это было удивительно. Мужик в валиках, там, в ушанке. Он командует ЦОП-ЦБ. Нам это было очень интересно. Как они слушаются. Вожей нету. Ничего нету. Двое суток мы в пути. Нас привезли в деревню, в Семеновку, в колхоз имени Тараса Григорьевича Шевченко. Это один из участков этого колхоза. Но в этой деревне нет школы, где можно нам учиться. Мне и сестре надо идти в пятый класс. А там в одном здании, в одном классе, в одной сидят учащиеся по рядам. Первый, второй, третий, четвертый. И одна учительница одновременно ведет со всеми занятия. Благодаря настойчивым усилиям тети Веры, нам дали возможность переехать в другую деревню. Деревня Жестки. Улица 8 Марта. Дом 20. И сложилась так обстановка, что случайно в этом доме, в этой деревеньке, оказался один свободный маленький домик. Потому что хозяйка была в тюрьме, а муж был на фронте. И нас поселили в этот домик, в котором есть первая комнатка с огромной русской печью, которая занимает половину комнаты, стол, две скамейки и другая маленькая комнатка. Вот так началась в деревне наша жизнь. Через некоторое время мы в режиме догонять. Пошли в школу с сестрой и в итоге прожили в Челябинской области, в Октябрьском районе, в деревне Жестки, в колхозе имени Тараса Григорьевича Шевченко до моего отъезда. Почему моего? Потому что я первый уехал в Ленинград. Ну, это особая история. А дальше пришла весна, и как все колхозники, так и мы начали осваивать жизнь в деревне. Огороды, посадки. Нами руководил дедушка. Он бывший сельский житель, и он как бы знал, что надо делать. Но, как позже выяснилось, здесь другая климатическая зона, другая земля и другие условия ведения хозяйства. И поэтому все то, что мы сделали, это было неправильно. И у нас ничего не выросло. И нас снова ждала холодная и голодная зима. Но летом мы не сидели, кроме этого дома. Мы уже пошли на работу. После нескольких попыток что-то делать в поле, меня пригласили пасти колхозное стадо телят. Два дня со мной ходил Ваня, обучал меня уму-разуму, как надо управляться со стадом. 70 примерно телят. Причем они немножко разновозрастные. Одни появились на свет в ноябре, а другие только вот-вот. Совсем маленькие. Совсем маленькие. Еле ходят еще только они. Их еще надо прикармливать молоком. Что и телятница и делала. Не забывая при этом и меня тоже. Вам на тот момент было 13 лет? 13 лет, да. Вот моя практически настоящая трудовая деятельность началась в 13 лет. То есть от пастуха к профессору, можно так сказать. Да, да. Потом я стал пастухом стада овец, двойных овец, это 7 изголов примерно. Потом уже летом 1944 года мне уже доверили огромное стадо, 533 головы. Чего себе, одному? А вес одному, да, одному. 533 головы. Это была большая работа. Естественно, надо было вставать ни свет, ни заря. Конечно. И заканчивать поздно вечером, заходом солнца, а после этого трудиться еще на своем подсобном хозяйстве. Ну а потом уже и школа началась, ведь осенью, наверное. Последний год, 1944 учебный год, 1944 года, и у них нету работника. Я незаменимый. Я самый грамотный пастух в районе, потому что я всегда читал, всегда была книжка со мною. Но это особая история с этим чтением. И я проработал до 21 сентября. У меня некем было заменить. В итоге я в этом году, в том году, в 1944 году, я заработал 200 трудодней. Это больше, чем годовая норма для нормального колхозника. Ну и вернулся в школу потом. Да, и вернулся в школу и закончил 8 класс. Леонид, мы прервемся опять на маленькую паузу, рекламную, музыкальную, и после этого все-таки продолжим наш разговор. Обязательно поговорим о фильме «Дети блокады», который завтра можно будет увидеть в кинотеатре «Русского дома» на Фридрихстрассе. Фильм, в том числе и с вашим непосредственным участием. Друзья, завтра, в пятницу, 31 января, в кинозале «Русского дома» на Фридрихстрассе будет показан фильм «Дети блокады», посвященный 76-летней годовщине полного снятия «Блокады Ленинграда» 27 января 1944 года. Ну, а у нас в гостях сегодня один из участников, героев этого фильма. Я бы даже сказала, вот сошедший с экрана к нам профессор Леонид Березин. Человек, который уже успел немножко рассказать нам о своем детстве, о том, как началась война, как началась блокада, как прошла эвакуация. Леонид, я бы хотела очень у вас спросить про вашего отца. Я знаю, что ваш отец не вернулся с войны. Я знаю, что его именем Илья вы назвали своего сына. Но там была очень трогательная история про то, как папа приехал с вами прощаться. Да, расскажите. Да, да. Это было в июле 1941 года. Неожиданно у нас на улице Красных Груссантов появился мой отец. Он шел с палочкой. На ногах у него была одна галошина, другая туфель. Болела нога, что-то там происходило с ней. Он зашел попрощаться со мной, с дедушкой, со своим отцом. И после этого мы расстались. Довольно долго не было никаких от него сведений. И уже находясь в Сибири, мы стали получать от него треугольники. Треугольные письма, красноармейские письма. Через какое-то время мы получили даже фотографию. Он на этой фотографии в фуражке, в гимнастерке с орденом Красной Звезды на груди. Дело в том, что он оказался на Ленинградском фронте. И непосредственно все время занимался обороной Ленинграда в качестве командира артиллерийского расчета. Эта фотография сохранилась у вас? Фотография есть. Кроме этого, он сообщал о том, что он лежит, что он ранен, что он в госпитале, что надеется скоро выйти. Но он недомовелизовался, домой не поехал, или, вернее, дома уже не было к семье своей, к моей маме, к детям, к остальным. Многочисленная семья была, еще четыре человека. И пятый, самый младший брат, скончался в первый год зимы, в первый год эвакуации. Прошло некоторое время. Первая попытка прорыва блокады закончилась неудачно. Он лежал в госпитале, раненый, вышел, и в 44-м году, как все уже мы знаем, начались бои за полное освобождение Ленинграды от рарской блокады. На станции Елизаветина, это в 20 километрах от города Гатчины, там, где проходили бои, установлен большой мемориал, где были в 1965 году, когда началось вновь воспоминание и восстановление памяти о блокаде и блокадниках, и о участниках прорыва блокады, значит, я получил сообщение о том, что он похоронен в деревне Пульево. Это 2,5 километра от станции Елизаветина. А когда было принято решение все маленькие захоронения воссоединить вместе, то вот на станции Елизаветина появился мемориал, где на белых мраморных досках черными буквами написаны фамилия, имя, воинское звание и какого числа, 24 января 1944 года, то есть за три дня до окончательного снятия блокады, отец мой погиб. И там он похоронен, и у нас стало большой семейной традицией каждый год на 9 мая, 8 мая приезжать и поклониться праху деда, отца, для кого-то уже прадеда. И в прошлом году, в 2019, в мае, я также был там, вместе со своими племянниками, которые меня туда отвезли, и там мы еще раз вспомнили нашего отца, моего отца, нашего дедушку, прадедушку. Есть очевидцы, были, вернее, очевидцы, которые служили с ним в одной воинской части и которые совершенно случайно оказались друзьями папиного, младшего брата, как выяснилось. И есть фотография, где он вместе с Федей Ром на одной фотографии. Ну, а потом Федя Ром, когда я его встретил в 1952 году, увидев меня, он сказал мне, Илья, это ты, как ты оказался? Так вы похожи на папу, да? Да. Потрясающая история, конечно. Прекрасная традиция, мне кажется, то, конечно, в лице отца вы, в общем, вспоминаете всех тех, да, благодаря кому, да, и я, собственно, живу, да? Что уж тут скрывать. Леонид, мне, да, это тяжелая очень тема, говорить она эту тему очень тяжело, но скажите мне, этот фильм, который был снят, и слава богу, еще живущими детьми блокады, детьми войны вместе с вами, там несколько человек еще снялось в этом фильме, передал интервью, на кого, как вам кажется, этот фильм рассчитан? Кто в первую очередь должен этот фильм посмотреть, и что из него нужно вынести? В первую очередь этот фильм должны посмотреть школьники, немецкие школьники, потому что фильм сделан с сунтертитулями, на немецком языке, и можно хорошо прочесть и понять все. Во второй очередь для русскоговорящих, всех, кто живет, независимо от того, за рубежом, независимо от того, в какой стране, это еще одно из документальных подтверждений тех грустных, тех тяжелых событий, которые пришлось вынести этим людям, представителям этого народа, большой страны, могучей страны. Так что желательно, чтобы не только посмотрели мы с вами завтра, но чтобы и дальше этот фильм получил свое продолжение. В этом фильме принимают участие блокадники, прожившие полностью, это Наталья Ян, и часть блокадника, и Нонна Ревзина тоже все 900 дней прожила в Ленинграде. Остальные, Эдуард Зайцев, Леонид Березин и другие участники, только часть блокады провели. Но когда-то считалось так, что если ты прожил полгода, ты блокадник, потом Сталин говорит 4 месяца, а потом Сталин говорит, что если хотя бы ты один день, то ты тоже уже блокадник. И так, а фильм был снят при нашей поддержке, при поддержке Берлинской ассоциации «Дети войны» под названием «Ди Лебенди Геринрунг», или «Дети...» «Живая память». «Живая память». Ко мне пришли немецкие молодые ребята, тележурналисты, и сказали, что они хотят познакомиться с нами и сделать такой документальный фильм или такой видеинсталляцию. И мы начали с ними работать. Руководство клуба «Диалог» поддержало эту инициативу, и в итоге получился фильм, который мы завтра с вами сможем увидеть. А сейчас мы с вами, друзья, смогли услышать Леонида Березина. Это, конечно, тоже уникальный аудиодокумент с воспоминаниями, который останется в нашей базе. Все это можно будет послушать на нашей страничке в YouTube. Мы дадим еще раз ссылки для тех, кто услышал не все и не сначала. Организация «Живая память» существует. Там собираются дети войны. Это все, я так понимаю, Леонид, по вашей инициативе, как это произошло, вы создали эту организацию, за что вам, конечно, еще низкий поклон, огромное спасибо. А сколько детей, блокады, детей войны в Берлине вот сейчас живет? Детей войны очень много, блокадников в Берлине порядка 65-70 человек, из них не все могут ходить. Часть из них приходит к нам в живую память. И поэтому первая наша задача попытаться каким-то образом помочь этим людям не пропасть, чтобы о них не забывали. И эти люди принимают участие не только во встречах, которые проводятся в клубе «Диалог» на территории Русского дома науки, культуры, но и выездные мероприятия, посещение спектаклей и всевозможные экскурсии и так далее, и так далее. Друзья, завтра в 3 часа дня в кинозале Русского дома можно будет увидеть фильм «Дети блокады» с участием нашего сегодняшнего гостя, профессора Леонид Березина. Леонид, огромное спасибо. И единственное, что я вам хочу от всего сердца, от всей души пожелать, пожалуйста, живите, здоровья вам крепкого, насколько это возможно. Вы красавица, большая умница. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время. Я очень надеюсь, что вы еще придете к нам. Много праздников будет, 75-летие Победы. Мне кажется, мы тоже можем с вами встретиться в прямом эфире и всем еще что-нибудь очень важное, нужно и интересное рассказать. Согласны? Да, я согласен, потому что все наши встречи этого года посвящены знаменательной дате, 75-летию Победы и 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Это прекрасно. Друзья, жизнь продолжается и должна продолжаться, в том числе жизнь продолжается и у нас на радио «Русский Берлин». После 16 часов встречайте здесь Раду и Сашу. Они будут развлекать вас всякими разными шутками, прибаутками, которые тоже, безусловно, жизнь продлевают и делают все для того, чтобы было вообще желание жить. Леонид, огромное спасибо, что пришли сегодня к нам. Прощаюсь с вами, друзья, с вами была я, ваша Маша и профессор Леонид Березина. Песня, которая сейчас прозвучит по окончании нашей беседы, была выбрана моим сегодняшним гостем, Леонид Утесов. Вот тоже Леонид, видите, не зря вы. Сердце, тебе не хочется покоя, мне кажется, это тоже про вас немножко, да? Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова